И даже у нас есть совесть, но мы от вас её скроем, мои мозги совсем не твои, проще жать на куроке... Я всех приветствую, братья-сталкеры, с вами Димак, и я продолжаю рассказывать об экзистскелетах, сталкере Калов Чернобыль, сборка от Стасона. Ну а в сегодняшнем видео, как вы поняли по названию, будет полный разбор экзоскелета наёмников. Я хотел бы начать с плюсов и минусов этого экзоскелета. Плюсами экзоскелета является хорошая пулестойкость, дополнительный вес плюс 30 килограмм и 2 контейнера для артефактов без апгрейда и 5 контейнеров для артефактов с апгрейдом. А минусами этого экзоскелета является плохая прочность костюма, естественно стоимость, и нужен определённый ранг для этого экзоскелета, чтобы у торговцев появился этот экзоскелет в продаже. А теперь я хотел бы рассказать, у кого стоит покупать этот экзоскелет и за какую цену. Экзоскелет наёмников можно купить у трёх торговцев. Слава Сокол, Душман и Шустрый. Ну и естественно стоимость экзоскелета у каждого из этих торговцев разная. У Славы Сокола стоимость экзоскелета составляет 207 тысяч. У Шустрого стоимость экзоскелета составляет 230 тысяч. У Душмана стоимость экзоскелета составляет 201 тысячу 250. Настало время наконец поговорить о полной характеристике экзоскелета наёмников. Радиозащита составляет 45%. Химзащита 27%. Электрозащита 15%. Термозащита 27%. Пси-защита 27%. Разрыв 54%. Броня 66%. Восстановление сил 21%. Дополнительный вес плюс 30 килограмм. И два контейнера для артефактов. Это были характеристики экзоскелета без апгрейда. Ну и с апгрейдом радиозащита будет составлять 51%. Химзащита 36%. Электрозащита 30%. Термозащита 33%. Пси-защита 45%. Разрыв 69%. Броня 69%. Восстановление сил 30%. Дополнительный вес плюс 10 килограмм. И плюс три контейнера для артефактов. Ну и обязательно я должен поговорить о стоимости апгрейда у этого экзоскелета. Я нашел трех более-менее известных техников, которые смогут проапгрейдить этот экзоскелет. Ну и первый техник это Паша Глач. И стоимость полного апгрейда будет составлять 112 050 рублей. При том, что вы ему принесете все инструменты и отношения у вас могут быть с ним дружественные. Ну или хотя бы нейтральными. Второй техник это Хога. И стоимость полного апгрейда будет составлять 112 050 рублей. При наличии всех инструментов и хороших отношениях с ним. Ну и последний техник это, конечно же, фургон. И стоимость полного апгрейда экзоскелета наемников будет составлять 88 500 рублей. При всем при этом, что вы принесете ему все инструменты и отношения у вас могут быть с ним хотя бы нейтральными. Ну а под конец я хотел бы рассказать, какой лучший артефакт повесить на пояс этого экзоскелета. По моему личному мнению, можно повесить два глаза дракона, один василиск и два гелия. Ну и с собой, естественно, иметь кевларовую пластину. Но это сугубо мое мнение, так что здесь вы можете выбирать сами. Ну а на этом я буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр. С вами был Димак. Если вам понравилось видео, поддержите лайком. Напишите в комментариях, на какой экзоскелет мне сделать в следующем обзор. Всем удачи и всем пока. Увидимся в новом видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok